До релиза Next Gen обновления Ведьмак 3 Дикая Охота остались считанные часы, но CD Projekt Red дали мне ранний доступ, поэтому прямо сейчас мы пойдем с вами и посмотрим, что же они изменили. Это первый обзор на обновление Ведьмак 3 Дикая Охота. Вы на канале Nightmare, поехали! Сразу успокою таких же нелюбителей сериала Netflix, как и я. Эти опции с доспехами Нильфгарда и костюмом Лютика, они отключаемые. Точнее даже сказать, они включаемые, чтобы их включить, нужно перейти в настройки игры. Более того, никаких альтернативных образов не получил ни Геральт, ни Йеннифер, ни Трис, что не может не радовать. Я очень боялся, что они появятся, но благо разработчики ограничились лютиком и доспехами Нильфгарда. Выглядят эти доспехи, конечно, очень комично, как и в самом сериале, но что поделать, включать мы их, конечно же, не будем. Да и модельку Лютика я все-таки предпочитаю стандартную. Сразу хочу отметить, что у меня предрелизная версия игры, без патча первого дня. Патч первого дня очень сильно должен улучшить производительность игры. И плюс, в моей версии ретрейсинг представлен не в полной мере, например, нет теней и отражений. На данный момент команда CD Projekt Red все еще работает над финальными правками, прямо сейчас, в момент записи моего видео. Поэтому никаких выводов о производительности игры делать смысла никакого нет. Это предрелизная версия и все технические проблемы будут исправлены в патче первого дня. Также могут производиться и другие изменения, о которых на данный момент я, например, не знаю, поэтому этот обзор это больше первое впечатление от обновленной версии Ведьмак 3, потому что точно судить мы пока не можем. И что я могу сказать по поводу графических изменений? Игра стала заметно лучше, она стала гораздо красивее. Даже несмотря на то, что, как я уже сказал, не все опции доступны. Очень сильно изменили волосы. Теперь волосы Геральта такие густые, прям видно каждую волосинку. Это выглядит очень круто. При езде на лошади, при беге его волосы каждый раз очень реалистично подскакивают. И это касается волос не только Геральта, у Йеннифер появились ее прекрасные локоны цвета вороного крыла, как это было в книгах. То же касается волос других персонажей, видно это и у Весемира, и у Цири, в общем, очень круто все это смотрится. Все текстуры в целом подтянули, как нам и обещали, теперь все выглядит намного лучше. Особо сильно, кстати, почему-то бросается в глаза прорисовка монстров, они прям стали выглядеть намного четче, намного сильнее. Теперь можно их разглядеть, в отличие от того, что было раньше. Изменилась вода, хотя почему-то, кстати, не видно было волн на воде. Вот, вода абсолютно гладкая, но, возможно, это еще тоже исправит, или это будет как-то зависеть от погоды. Но пока вода в игре гладкая, нет каких-то там штормов и прочего, но все равно сама вода по себе выглядит клево. Появилась куча разных частиц, всякие разлетающиеся символы во время того, как с вас сбивают знак арт, всякий туман, дымка, какая-то пыль, и, в общем, куча-куча всего, чего не было раньше, и что смотрится, ну, просто шикарно. Даже медальон волка у Геральта стал двигаться иначе. Это я заметил сразу, он стал, ну, реально реалистичнее двигаться, и не так хаотично, как это было раньше, когда в нем тоже были какие-то движения, но не совсем они соответствовали тому, что делает персонаж. Сейчас это исправили, и медальон теперь двигается прям как должен. Ретрейсинг сам, вот эти вот лучи, это очень красиво. Кто-то, может, сейчас напишет, ты там их чересчур захваливаешь, нифига там не видно разницы. Ребят, сжатого видео с Ютуба видно вам настолько не будет, насколько это видно вот при игре непосредственно, когда вы сами смотрите все с своего монитора, не сжатое видео с Ютуба. Поэтому запустите игру сами, когда она официально релизнится, и посмотрите, насколько все изменилось. А изменилось все реально заметно. Изменилась русская озвучка, как они нам и обещали, убрали они эти замедления и ускорения речи, и теперь все звучит так, как должно звучать, и это, ну, просто очень круто. И, наконец-то, можно поиграть в Ведьмака и не слушать эти растянутые реплики или ускоренные реплики. Закончилось все не слишком хорошо. Я просу. Закончилось все не слишком хорошо. Я просу. В том-то и дело, что не только. В том-то и дело, что не только. Сейчас рассветет, пора ехать. Сейчас рассветет, пора ехать. Очень сильно исправили кат-сцены. Теперь, как они нам и обещали, эти кат-сцены рендерятся на движке игры. Это не так, как было раньше, когда они были предзаписаны. Например, это очень заметно, особенно в кат-сцене в самом начале игры. Вот это вот сон Геральта, появление Дикой Охоты. Теперь это все смотрится нормально, потому что этот ролик был немножечко всратым, на самом деле, в старой версии Ведьмака. Теперь же все это выглядит круто. Новый режим камеры, который теперь как бы из-за плеча Геральта, немножко сбоку. Казалось бы, да, вроде бы это не столь прям какое-то важное изменение. Однако это придает свежести геймплею, и особенно сцены боев теперь ощущаются немного по-другому. Да и в целом драки ощущаются по-другому. Опять же, графон, кровь там разлетается. Теперь прям вот эти вот капли летят. Это не было настолько детально раньше. Теперь это сделали намного круче, и выглядит это все еще более живым. Изменился интерфейс, поменяли карту, она теперь стала какой-то немножко другой, как будто более контрастной, более детализированной. Плохо это или хорошо, не знаю. Мне вроде бы нормально. Произошли определенные правки в балансах навыков, в балансе еды, эликсиров и еще много-много чего. Теперь Геральт может бегать бесконечно, и энергия при этом не тратится. Вроде бы удобно, но старая система немножко придавала какой-то хардкорности. В общем, изменили действительно много, и все это бросается в глаза, и обо всем так сразу и не расскажешь. Все, что я успел на данный момент посмотреть, я вам рассказал, да и скоро выйдет патч первого дня, который еще внесет свои коррективы. Но на данный момент, из того, что я увидел и успел посмотреть за это время, мне очень понравилось то, что они сделали с игрой. Игра выглядит действительно шикарно, но теперь самое главное, чтобы все это было хорошо оптимизировано. Так что мы с вами ждем официального релиза и будем продолжать искать всякие интересные изменения в обновленной версии Ведьмак 3. Я надеюсь, вам понравился этот первый обзор на Next Gen версию Ведьмак 3. Я думаю, вы понимаете, что за такое короткое время нельзя изучить все, и много чего я еще не знаю, чего разработчики нам припрятали в игре. Даже в самом патчноуте они об этом писали, что много деталей они пока что не раскрывают, игроки найдут их сами. Поэтому видео на тему обновленного Ведьмака еще будут, и мы с вами еще обязательно найдем очень много интересного. Поэтому не забудьте поставить лайк этому видео, написать свое мнение о новом обновлении Ведьмак 3, и обязательно подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Но я хочу поблагодарить спонсоров своего канала. Уровень спонсор плюс Николета Пипистрелла и уровень спонсор Джулс Джевелс. Спасибо вам огромное за поддержку канала. Если вы тоже хотите упоминаться в конце каждого моего видео, или же просто помочь каналу материально, вы можете оформить спонсорскую подписку на моей страничке на сайте Бусти. Там есть несколько уровней подписки, и подписчики уровня спонсор и спонсор плюс упоминаются в конце каждого моего видео. Ну а с вами был Найтмар, увидимся в следующем видео.